Полицейские Казани по подозрению в угоне задержали пьяного, ранее судимого, 33-летнего мужчину. Рено Дастер он взял, как сам признался, просто покататься у своего знакомого, с которым почти сутки распивали спиртные напитки. Отмечали день рождения подозреваемого, вернее даже два. Рамиль Шайдулин узнал всю историю. А вы всю ночь что-то пели? Вчера? Почти. Почти. Как признается потерпевший, знакомы с угонщиком, они на протяжении двух лет. Рассказывает, что почти сутки с минувшей ночи они вместе распивали спиртные напитки у него дома на улице Ботаническая. Причин, говорит, для этого было много. У товарища, который задержан, был день рождения. Вернее, даже целых два. Он вчера хотел вешаться. Я его от вешалки отговаривал всю ночь. Уговаривал всю ночь и почти до полудня следующего дня. Пили, говорит, почти без остановки. Поэтому и уснул так, что не заметил, как его друг угнал машину. Слышал, смотрю, собаку пошел погуляться. Ни ключей, ни машины. Чуть позже мужчина заметил, что нет и банковской карты. Хотя и находился на тот момент в нетрезвом состоянии, но все же смог заблокировать карточку и сообщить полицию об угоне. Тем временем полицейским поступило сообщение о том, что на перекрестке проспекта Ямашево и улицы Короленко Уже долгое время стоит автомобиль с невменяемым водителем. Наряд прибыл на место, и один из сотрудников попросил водителя выйти. Однако сделать этого мужчина просто не смог. Его пришлось вызволить силой. Мужчина начал оказывать сопротивление, после чего на него надели наручники. Как позже выяснилось, это и был тот самый угонщик. Свою вину в угоне мужчина признал полностью. О том, почему остановился именно на перекрестке, ответил, что просто закончился бензин. Он говорит, что якобы угнали вы у него автомобиль. Да. А с какой целью? Откататься. Мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление и понес за это наказание. То, что на момент угона он находился в состоянии алкогольного опьянения, подтвердили и показания на алкотестере. Дуем, 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 еще чуть-чуть, чуть-чуть, молодец. Идет анализ. Товарищ понятые, 0,834. Предопустим, 0,16. А вы на него будете писать заявление? Нет, конечно. Писать заявление потерпевший отказывается. Однако, если он этого не сделает, ему самому грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управлять автомобилем на срок до двух лет. За передачу управления человеку в состоянии опьянения. При этом сам угонщик написал чистосердечное признание. Сейчас мужчине грозит лишение свободы сроком до 5 лет и штраф до 120 тысяч рублей. Рамиль Шайдулин, Эфиса Мияцова, Адель Малахметов, Вызов 112.